Играли в финале против WinStrike. Выход у нас очень быстрый. Через улицу с глоками могут быть проблемы. Дектора забирает Чопера, но тут же подстраховывает Финниган. Забирает также двух игроков, и Дима ставит точку. Только была стяжка под скрип, и это, видимо, работа для сотфика. Начинается спрей. В общем-то, оказывается, не было прага, но красный Мэджикс. SDY сбривает одного, но Патси дальше стоит на своем. Минилс от Финнигана. Флешка там полетела, неплохая дисбаланс. Скрывает его, и есть минус по Диме. Это была девятка. Который, возможно, голову кому-то подогреет, а может быть даже и нет. Чопер остается красным, неважно. Дима еще поработает там по углам. Минус Мэджикс, и пока у нас Спирит не играет вместе. Хотя Чопер запускается, нужно уже бежать за бомбой. Патси понимает, что на таймере у противника есть проблема, и нужно как-нибудь успеть еще поставить ее, или это будет фейк. Ставит. Кстати, мне нравится, как он здесь играет. Как же сыграет дальше дисбаланс Патси? Отлично. Ставит себе угол через скрипт, но пока не спешит, потому что понимает, есть время. Дисбаланс пытается... Ой, как же нагнетается ситуация в этом моменте. Кто же, кого дисбаланс нет, попадание Патси берет в раунде своей команды. И один, и второй здесь играли. Круто, но все-таки лучше оказался игрой. Рассмотрится. Фениган слышит одного, слышит второго. Понимает, где близко оппоненты. Он может их положить в одну линию. Делает один минус. Что теперь? Поставит. Не ставит. Как проигрывает этот раунд из пата. Ой-ой-ой, простите, Спирит. Ну это было вообще... Горько, я правда. Горько, я правда. Затишье на карте. Спириты пробуют разные тактики. У них пока не получается. И там, где вроде получается, не очень удается разыграть клатч. Сотфик не чекает на позиция. Сотфик делает один минус. Еще и второго забирает тиммейт. Дима на будке включается. Также Фениган делает минус. Еще и Мир смотрит сюда. Флешка одна, вторая полетела. Дима пытается ворваться первым. Еще одна флеша прямо на лицо. Ай-ай-ай, Декстер. Там Сотфик под нее тоже играл. Слепой в итоге. Рассинхрон в действиях команды Эспада. Издевай сбривает Диму. И это может быть поворотный момент для команды атаки. Пацци все еще пытается ворваться в мейн. Но он понимает, что слишком многие позиции были заняты игроками террористов. И этот раунд уже не берется. Так что нужно играть на ликвидации тех, кто уходит от взрыва бомбы. Тут контроль пристройки в целом. Прячется. Да, здесь засада небольшая. Могут быть сейчас активности. Так. Ай-дисбелон забирает Фениган. Врывается Сотфик. Дима находит также фраг. Забирает Мира. Но все. Здесь вот мне нравится Слима. Так. Он слышит, пропускает его, не чекают. Так. Пропускает еще одного. О-о-о-о-о! Слава на подрубом! Да, только сейчас издевай. Входился один игрок. Это был Сотфик. И до сих пор пакет еще не на руках. Декстеру тоже тут кранты, на самом деле. Дима только сейчас забирает у нас одного второго. Так третьего. Дима! Уже два на два. Это уже интереснее. 35 секунд есть для того, чтобы за нее отвечает Мэджикс. Нужно играть по головам, четко иметь. Пока не получается. Спускается уже Дима. На плен будет установиться бомба. Второй прыгнул, наверное, зря. Но они вдвоем решили сделать дабл пик. Магикс погибает. Чоппер остается 1-2. Была по нему информация, что он где-то на Б. Они же знают, что это опорник. Чоппер знают, что один слева. Не убивает его. Это Дима квадрокилл. Что? Солит этот парень. Экстр красный тем более. Как же нужен был этот фраг. Но в итоге дисбаланс попадает по голове. Скаут в итоге работает через позицию. И мир дисбаланса остались без диффузов. И они потеряли пока дистанцию. Хотя Чоппер. Врыв со скаутом. Минус Декстер. Фениган пытается играть на размене. Спрей. Красный соперник остается там уже со второй стороны. Если и поставят бомбу у нас из пада, то это будет праздник на их улице. Ой, там сейчас больно. Еще бы одна хай. В принципе, раунд еще быстрее закончился бы. Но и так. В принципе, здесь беспроблемно. На статистику у нас Спрей отыгрывает Чоппер в упоре. Сейчас первый либо отлетит. Так, стоп. Чоппер. Забирает Диму. Но здесь его уже должны разменивать. И, кстати, он был близок к тому, чтобы сделать еще один фраг. Мать сживается через контролрум. Погибает. 20 секунд до конца. Бомба на руках. Выход на плен. Тут его контролят. Молик в будку. Так. За иксом убивает одного. Второму нельзя опекать. Нужно играть на время, так как подходит сейчас чел на хелпу. Патси! Хорошая попытка. Однако Айдис Беллон ставит точку в этом раунде. Сразу знаешь, о чем думает Патси. Вот прыгнул бы сразу после фрага второго. Да, вниз. Да, он. Так, Спириты здесь будут делать подсадку. Ну, Красного Мира сюда подсадить, это очень хорошее решение. Да. Но Эспада тоже очень интересно играет. Достаточно нестандартно. Мира, возможно, не прочекают. Так. Николай. Это твой шанс. Первый пошел. Дима разменивает бомбу. Видели? Нет? Да. Чоппер откидывает флешечку. Нужно перегруппироваться. Спирит выпадает на улицу. Чоппер тут сотфиг. Патси тут же фраг в ответ. Три в три ситуация. По Патси есть инфа. Дима уже посмотри второй волной, как же коварно заходит. Айдис Беллон не был готов. Патси забирает из ДВА. Как же раскайтили команду Спирит. Просто она по всем позициям вынуждена была. Подожди так, Дима. Все-таки падает Мэджикс против Финига. Она остается и опасается выхода через скрипт. Но там уже соперник находится. Да, увидел его и была попытка установки бомбы. Но пока что это фейк. Не спешит Финиган. Есть время. Но нет! Выход прямиком на прицел к Мэджиксу. И возможно все-таки поспешил в этой ситуации. Да, то есть... Ташки уже полетели на точку А. Гра через девятку. Дисбаланса слепой заливает из ДВА. Но забирает одного Финигана. Бомба выпадает. И при этом дисбаланс не дает выйти сотфигу и Диме. Мэджикс тоже погибает в этой ситуации. Три на два. Пока что Патси бесит Декстером. Попытается исправить для атаки. У него не получается. Чоппер играет против Патси один на один. Но Декстер красный остался. Девять хпл погибает от Чоппера. 13-14. Все-таки Спирит выигрывает этот ранд. Финиган забирает сам Дайянга. Мэгикс. Отличная стрельба. Сауга. Хорошая дистанция. Удобная. Продолжает он кошмарить Базуа. С Макоми его не отрезали гранатами. Также Декстер забирает из дисбаланса. Дальше. Так, стрельба. И снова не залетает у дисбаланса. Таш, что ж ты будешь делать? В итоге Финиган вы их забирает. Попытается выйти быстро. Там из девайса замечает на голове. А тот внедряется в смог. И наконец-то включается Мир. Со своей стрельбой. С Калашом. Он дружит уже давно. Но не в этой ситуации против Патси. Выигрывается перестрелка. 2 на 4. Патси держит за собой Тетрис. Тут Дима идет через дом. Адисбаланс забирает Патси. Дима тут же вырубает айдисбаланса. Это основное тяжелое оружие на Б-пленте. Также есть пистолеты. Сотфик забирает Мира. Тут же фулл контроль всего Плентатом. Дайан подбирает трамфельную палку. Ультует по двум. Но потом не пошло. Хотя если бы... Какой неудачный спрэн, но все-таки добирает Дима. Там бомба теряется. Мир дальше будет стоять. Убивает еще и Красного Патси. После Чопера. Третий выходит Финиган. И он тоже падает. Бомба была потеряна. Сотфик и Декстер. 2 в 4. Они слишком далеко от позиции базы Бэда. Жесткие моменты происходили постоянно. То есть... Жесткие моменты с точки зрения, да, именно клатча. Именно какой-то драмы и интриги в раунде. Сам Дайанг делает уже два минуса. Мэггин забирает Сотфика. Падает там на Плент. Финиган также погибает от Виктора. Ну и проблема, потому что этот тавик нужно как-нибудь того образом пройти. Дисбаланс попадает по Сотфику. Как он реагировал. Декстер, есть попадание 1 на 1. Мэджикс пока не спешит. Он понимает, что нужно сграть против этой бомбы. И вот как только выходит на него, он в голову четко стреляет. Да, да. Где уже пошел выход контактный? Но, кстати, это выглядит очень интересно. Однако Айдисбаланс делает минус по Диме. И второй игрок все еще не раскрылся. Сам Дайанг в коннекторе. Падает. Также Патсит сбирает Айдисбаланс. Декстер предварительно делает минус по СД. И вот тут уже вступает в игру Мэггикс, который делает, ставит два хэдшота отличных. И в целом ставит точку в этом раунде. Хорошая работа от молодого бомбардира. 9-6. Спирит. Два яма, два топ-миддл. Патсит. Не забирает Чопера каким образом-то получается выжить. В итоге спрея Декстера залетает. Нужно уходить на зиг. Ну как он его не убил? После этого разбирает Чопера. Он играет через парапет. Не забирает. Получается убить Диму один на один ситуация. Там дефуз будет или нет, да? Пока что здесь тушит Декстер. Нет дефузов. Нужно уже шить. Чопер пытается убить соперника в этом смоку. Но бы не попадает. И только сейчас его добирает после разминирования бомбы. Это раунд для команды из Мэйкинга и всех остальных платформах. Декстер отправляется с отфиком в окно. Вводит прикрытие авика. Ой, какая ошибочная реакция здесь вообще от команды. На Форесте, если убьют угол, то за лавочкой не прочекают. Нет, там сам вышел уже Батси. Отлетел от Чопера. Три минуса. Отличная работа. Ле не дано. Один на один. 19 секунд. 28 хп у Димы. Он играет уже дальше, чем обычно. В общем-то, он пока что бомбу готов отдавать. Хаев никуда. Мир. Выход. 9 секунд. Как же все близко. Нужно прочекать угол. Тут Дима. Какой тайминг. Только сейчас выход. Выходит. И мир берет раунд. 13-9. Как же близко. Все это смотрелось. Но все же. Здесь размен от Димы по дисбалансу. Мир пытается выйти за плент. Один в один. Да, один в один. И там нужен выстрел с Калаша от Фенигана. Пытается найти свой угол. Но не было армора. Не было армора. Вот был бы армор, и он там неплохо выходил на правую сторону. Потому что Фена не контролится. Есть инфа по сэндвичу. Услышал еще близко. Может двоих положить. Да, так и есть. Фениган себя реализовал. Вот. Да. Вот оно. Молодец. Все правильно сделал. Умничка. Ребята, я не топлю за инфа. Я топлю за решение. За красивую игру. И она мне нравится. Нет, в том-то дело, что у него не первое такое решение. Да. Тогда вот не получилось ничего страшного. Противника даже пятнадцатого нет на табло. Издеваем. Борется до конца, но времени нет, чтобы выиграть этот раунд. Он будет сэйвить снайперскую винтовку. Тут уже Фениган, наверное, слишком активно сыграл. И, на самом деле, на это быстро играет команда Спирит. Дисбаланс ловит уже Декстера. Это был джангл. Фенигана не причекали. На Ниндзя! Забрал двоих. Мир на размене дисбаланса уже дальше. Щелкает Сотфи Капацци. Закрывает перетяжку от... Вернее, он закрывается от Издевая. И перетяжки не будет. Это должен быть пятнадцатый раунд. Но Дима остался. Тридцать один хп у него забил. Тут будет в любом случае ситуация... Лучшая нам много. Может быть, Диме даже, кстати, стоило забрать авикс. Тридцатью хп и уйти на сейв. Президенция убойная. Здесь с мпшки можно двоих вольнуть точно. Ну, это уже будет вариант неплохой. Так замечает. И только один минус. Мир в итоге отвечает. Три хп у него остается. После этого фрага. И в итоге Сотфик и Дима остались. Будут пытаться спасти. Напоминаю, что дифузов нет. Есть Молотов, Смог и Флешка. Ну да, щипчик. А дисбаланса ВП просматривает Маркет. И не попадает! Дима! Как ты это делаешь, Сотфик? Надо двигаться. Ребята, нет дифузов! Быстрее! Да, уже половина таймера. Нужно показать уже себя Сотфику. Например, Дима дальше... Не успеет раздевать бомбу. Да, один на два. Мир, три хп. В итоге не забирает он соперника. Забирает? И это должен быть дифуз. Вроде успевает. Это дифуз. Да. Это дифуз, Алексей. Да! Это дифуз! Один раздерал. Он забирает эспада. И она остается в игре. Ай-яй-яй-яй-яй. Четыре в три. Декстер пытается выйти, убить эту бомбу. Пока не нашел ее. В итоге минус. Декстер! Который прыгает вниз. Красный отсутствует Чеппер. Но Эсдевай сбривает Фенигена. Сотфик тоже 10 хп имеет, 2 в 3 ситуация. Декстер все еще в поисках. Собирает себе эмку. И в итоге его наказывает Чеппер за это. Какой тайминг? Мэджикс. Попытается выйти в спиду. Сотфик последний. Капитан идет к дну. Вместе со своей командой. 16-11. Это 2-0. Отличная концовка. Спасибо командам за этот контрстрайк. Но эспада в деталях все-таки слабее. Да. И Мираж, я думаю, это показал прекрасно. И нашей студии аналитики есть что обсудить. В целом, это был хороший, отличный матч. Спасибо командам за эту рванину. В целом, наверное, Мираж все-таки был чуть-чуть...